МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Встать на коньки не поздно даже в апреле. Начинайте с себя и ведите ребенка в секцию фигурного катания. Кузнечных дел мастера возрождают старинный промысел. Ковка – дело нелегкое, но смотрите, как активно ребятишки включились в процесс. Продолжаем познавать новые ощущения и эмоции в нашей творческой лаборатории. Родители часто беспокоятся, с кем дружит их ребенок в школе. Им часто кажется, что эта дружба может нанести вред. Что же делать в этой ситуации? И имеет ли право родитель заявить, что ты не с тем связался? Как ребенку объяснить, что такое дружба? Как говорить на эту тему? Эти и другие идеи обсудим сегодня в рамках нашей программы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начиная с 5-6 лет, дети особенно ценят дружеские отношения и начинают уже заводить себе друзей. То есть нужно понимать, что дети всегда копируют дружеские отношения родителей. Для того, чтобы завести друзей, детям необходимо пространство для свободной игры. И лучше, конечно, с ребенком обсуждать отношения с его друзьями, чем навязывать каких-то друзей. И дружбу вообще можно разложить на навыки и учить каждому отдельно ребенку. То есть первое – это умение вообще знакомиться, это умение начинать и заканчивать разговор, это умение делиться, умение благодарить, принимать благодарность, заботиться о другом, просить о помощи и оказывать эту помощь. И дружба – это всегда теплые, приятные чувства, связанные с ней. И люди, у которых в детстве не было друзей, они могут вырасти одинокими и без фундаментального такого чувства, что жизнь хороша. Партнером рубрики выступает сеть магазинов «Акварель», «Карандаш», «Яролаш». В разных районах города у вас есть возможность купить сразу все школьные принадлежности и офисные в одном месте на любой вкус. Рюкзаки, пеналы, карандаши, эластики, блокноты, тетради. Огромный выбор, отменное качество и доступные цены. А еще здесь всегда можно приобрести развивающие игрушки, книжки, подарки и сувениры, наборы для творчества, товары для праздников. Вас здесь ждут «Акварель», «Карандаш», «Яролаш». Волнение начинается уже у буртика. Аккуратно, нет, аккуратно. Ну, всему можно научиться в жизни. Тем более, что если у тебя не хватало времени, если ты ленился, но вот если тебя одолевает ужас, то с чего начать нужно? Что самое первое? Начинать нужно с ходьбы. Руки в стороны и просто ходить, просто ходить. Аккуратно. Как по улице вспоминать, да, как ты ходишь. Мы просто ходим, но ноги мне говорят, что мы и не привыкли к такой ходьбе. Спину держим. А, еще и спину. И главное, нужно почувствовать вот это скольжение, да? Да, да. Вот именно. Немножко вы вот прошлись и сели. Опять прошлись. Это самое элементарное, что? Да, самое элементарное. Тот же самый шаг. Да, чтобы конечки ехали немножко. И мы приседаем. И приседаем, да. И ноги не разводим, да? Просто мы приседаем. И отталкиваемся, да? Когда приседаем, руки вперед же. А, руки нужно вперед обязательно. Да. Давайте не будем приседать. Теперь нужно присесть. Опять присесть? Это фонарик. Коленочками работаем и рисуем фонарик. Бейз – это самое начальное обучение с фонариков. Присесть, да? В любом катании на льду, хоть в хоккей, хоть в фигурном катании, нужно быть как пружинка. И обязательно держать спинку, а попу назад нужно, да? Отводить. Все прямо выдержим, да? Когда только приседать. Уже идет толчок чуть-чуть в сторону. Это вот елочка, да, как называемая? Ну, у нас как основной шаг называется, можно елочкой сделать. В сторону, не зубцами. И в коем случае зубцами не толкаться. Вон, уже поворот есть. Тут самое главное, надо сгибать колени. Иначе не научитесь. Вот толкнулись, чуть-чуть присели на колено. Толкнулись, да, присели аккуратно. Вот, уже идет, видите, чуть-чуть скольжение. Зубцом не толкаемся. А, вот я чувствую, что я зубцом за зубцом. Толкаемся ребром конька. Смотрите, я уже скорость более-менее набираю, но все равно держусь еще за вашу руку крепкую. Сейчас позанимались, уже вы начали скользить на коньках. Ну, я уже почувствовала тот самый шаг. Теперь вам нужно записаться в секцию фигурного катания. Конечно, это чудо, когда ты вот начинаешь ощущать, что у тебя что-то получается. И ты уже более уверена. Спасибо вам за несколько вот этих рекомендаций. Ну, обязательно к вам придем. Блистательный математик Софья Ковалевская была одной из тех, кто и не думала считаться с возрастом. А уж то, что, а считать эта женщина умела. Она впервые встала на коньки, уже будучи профессором университета. И всего за несколько лет натренировалась так, что прослыла виртуозом фигурного катания. Оказывается, открыть в себе новый талант никогда не поздно. Если родитель считает, что ребенок попадает под плохое влияние, нужно понять вообще масштаб этого влияния. И нужно, конечно, не просто запрещать ребенку, что с этим человеком нельзя дружить. Нужно обязательно аргументированно объяснять, почему. Почему поступки, которые они совершают с этим другом, они плохие. Почему их нельзя делать. То есть объяснять разницу между плохо и хорошо. То есть в ребенке нужно видеть самостоятельную личность и, соответственно, с ним разговаривать. Если масштаб этой катастрофы, этой дружбы действительно серьезный, это криминал или наркотики, то необходимо принимать, конечно, серьезные меры. Необходимо лучше всего менять среду. Если это школьная компания, переводить в другую школу. Если это дворовая компания, переезжать. Это, конечно, очень все сложно. Но жизнь ребенка, она важнее в данном случае. Искусственные мастера кузнечного дела способны воплотить в жизнь любые идеи, от малых до великих, от простых до сложных. В мастерской Евросервис кузнечных дел мастера возрождают старинный промысел. В искусстве ковки кузнец способен выразить свои творческие способности и заработать, так как любая ручная работа высоко ценится. Конечно, ковка – дело нелегкое. Но здесь научат любого желающего. Товарищи дети и товарищи родители, сегодня нас вот любезно пригласили в кузнечную мастерскую Евросервис. И сегодня мы с вами узнаем еще об одном художественном искусстве, вот то, что выполняется из металла исключительно. Человек уже давно на Земле существует. И когда он появился, он столкнулся с некоторыми трудностями, проблемами, которые его поджидали. На определенном этапе он открыл для себя металл. Руду, сталь, что ему больше помогло быстрее развиваться, это изготавливать какие-то инструменты, утварь. Он стал изготавливать наконечники для стрел, мечи, такого плана «Топоры». То есть, ну это уже, пока он рос, развивался, он это все придумывал и совершенствовал. Чтобы ремесло не затухало, мы у себя на базе предприятия нашего Евросервиса организуем обучение. Чтобы попробовать все из металла изготовить, ребята занимаются лепкой. То есть, лепят из пластилина будущее свое изделие. Очень быстро это все осваивают. У нас металл, кусок, мы его заворачиваем, и получается вот такой красивый завиток. Девушка у нас приходила, она очень умело и быстро сделала этот завиток. Сейчас мы с вами сделаем колокольчик железный. С помощью молотка, огня и кусочка железа. Вот у меня есть маленькая заготовочка, сейчас мы ее нагреем и начнем надеть арабанник. Прямо сверху, бей, вот сюда, бей, вот сюда. Бей, не стесняйся, бей, 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 бей. Это горн. Горн нагревает железо до 1300 градусов. Здесь железо можно просто расплавить. Работаем мы кохтом. То же самое, как на нашем комбинате, как на доме. Мне понравилось ковать, бить по раскаленному металлу, поскольку я это делаю в первый раз в жизни, и я доволен. Ваша работа, каждый делал, каждый участвовал. Искусственные мастера кузнечного дела способны воплотить в жизнь любые идеи, от малых до великих, от простых до сложных. В мастерской Евросервис кузнечных дел мастера возрождают старинный промысел. В искусстве ковки кузнец способен выразить свои творческие способности и заработать, так как любая ручная работа высоко ценится. Конечно, ковка – дело нелегкое, но здесь научат любого желающего. Сегодня мы будем писать гуашью. Гуашь, в отличие от акварели, имеет кроющие способности. Она похожа на масляную краску, пишут которой художники. Гуаши есть, в отличие от акварели, белая краска. Посмотрите на палитру, видите, белая. А в акварели нет белой краски. И при помощи белой краски мы можем смешивать и делать светлые оттенки. Посмотрите, она, в отличие от акварели, мягкая. Смотрите, как сметана. А при помощи воды мы будем ее смешивать и делать сливками. Гуашь не любит сильно воду, как акварель. Она любит, чтобы это было мягко, накладываться краска, чтобы не текла. Она не любит утекать куда-то. Кисточки, кстати, тоже гуашь любят другие. Акварель любит, помните, круглые кисточки. А гуашь любит плоские. Плоские, но круглыми тоже можно писать. Но плоские все же она любит больше. Какой ты молодец, у тебя ваза-то прекрасная. А где будет сам цветок? Сам цветок. Вот этот прекрасный цветок. Мне кажется, он пахнет дорожно. Ой, Марья Милан, ты видела, сколько много пироженок до своей жизни? И кушала. Что ты можешь свои? Там могут ягоды быть, да, какие-то. Ну-ка вспомни. Уж ты можешь так их нарядить, как будто ты сама их придумала и испекла, да? И я вот этот букет вижу уже, и я при помощи мазков буду его лепить. Ты видишь, что даже на темной бумаге мы видим светлый цвет. А вот акварель мы не сможем увидеть, а гуашь видим, да? И так слой за слоем, цветочек за цветочек, при помощи вот лепки вот этих, как будто ты лепишь весь этот букет. Эффект суховатой кисти. Видишь, какой интересный. Можешь использовать мало воды. Видишь, она как будто бы просвечивает синяя бумага, как будто бы суха. Итак, ребята, мы сегодня займемся очень древней техникой, которая берет свое начало еще со времен Ноева ковчега. Говорят, что там, по легенде, когда все животные сошли на берег, в ковчеге остался первый сваленный из натуральной шерсти ковер. Сегодня мы будем с вами делать полуобъемное изображение. Вот, посмотрите, вот такого кота. Шерсть на мордочке у этих животных располагается как будто от носика, да? И так, вот здесь определена точка носика. И от этой точки я укладываю, ну, как будто солнышко такое белое, во все стороны укладываю шерсть. В центре, где носик, я беру нашу волшебную иголочку, и там, где точка носа, мы как от центра, это наше солнышко шерстяное, приваливаем также к шерстяной поверхности. Как вам сегодняшние труженики? Как у них работа? Кипит? Да замечательные ребята. У них все получится. Ну, я смотрю, что все получается. Да, ребят, ну давайте поделитесь своими впечатлениями. Вот сегодня вы первый раз работаете с этим материалом. Как у вас вообще? Какие впечатления ощущения? Шерсть очень приятная, и с этим тоже очень приятно как бы работать. Ну, какое вот открытие главное вы для себя сделали вот в этом творческом задании? То, что тут все крепится ни на клей, ни на чего, а всего лишь с помощью фетра и одной маленькой иголочки. Нужно приложить только усилия, да, и максимум фантазии. Поделитесь впечатлениями, что вы вчера вот получили от посещения кузницы? Выплеск адреналина, который остался после школы. Как вам вчера понравилось вот это вот древнее ремесло? Что вы думаете об этом? Ну, мне понравилось. Ковальня – это достаточно трудное искусство, но если уметь, то можно горы свернуть на ковальне. Ну, какой ты молодец. Как нам сегодня гуашь поддалась? Конечно. Ребята, понравилась вам гуашь? Остались довольны своими работами? Ну, ладно, что скажешь. Мне понравилось рисовать приложеньки, понравилось придумывать, понравилось рисовать гуаши. Мне понравилось рисовать цветы, потому что не терпелось, когда я все сделал и полюбоваться своей работой. Мне понравилась наша сегодняшняя работа и тема, которая была посвящена нашей работе, потому что они, в словом, движения, природа, жизнь. В реальном времени многие не знают своих истинных чувств, своих потребностей, чего они хотят, им сложно сделать выбор. То есть они не знают себя. И как взрослым, особенно ребенку, в таком случае очень легко поддаться дурному влиянию. И в данном случае задача родителя будет учить ребенка понимать себя, понимать, какие у него есть внутренние опоры, какие у него желания, что он в данный момент хочет. Объяснить, что такое чувство собственного достоинства, формировать уверенность, адекватную уверенность в себе и адекватную самооценку. Тогда ребенку будет легче избежать этого попадания под дурное влияние. И интересен тот момент, что ребенок попадает под дурное влияние, но почему-то сам не оказывает положительного влияния на этого своего друга. Почему? Может быть, он не уверен в себе, а может быть, ребенку вашему одиноко, и он нуждается в каком-то теплом контакте и заботе. То есть необходимо проанализировать семейные отношения. Партнером рубрики выступает сеть магазинов «Акварель», «Карандаш», «Ералаш». В разных районах города у вас есть возможность купить сразу все школьные принадлежности и офисные в одном месте на любой вкус. Рюкзаки, пеналы, карандаши, эластики, блокноты, тетради. Огромный выбор, отменное качество и доступные цены. А еще здесь всегда можно приобрести развивающие игрушки, книжки, подарки и сувениры, наборы для творчества, товары для праздников. Вас здесь ждут «Акварель», «Карандаш», «Ералаш». Никогда не поздно ответить себе на вопрос, что же такое дружба и что именно ты вкладываешь в это слово. Все друзья разные, и мы должны уметь общаться с разными людьми. Ну а ребенка оградить от какого-либо влияния невозможно. Можно его только к этому подготовить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова